Здравствуйте! В эфире Актуальный разговор. С 2011 года на территории Краснодарского края работает программа «Накопительная ипотека» или, как ее еще называют, «Народная ипотека». За это время на территории Лобенского района более 100 человек стали участниками этой программы. Сегодня мы вновь говорим о накопительной ипотеке. Гость нашей студии сегодня Александр Сергеевич Стаценко, начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и информатизации администрации Лобенского района. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Добрый день! Ну и первый вопрос такой. 130 человек за два года. Это много или мало? Я считаю, что это достойный показатель для Лобенского района. И граждане откликнулись и приняли активное участие в реализации данной программы. Потому что «Народная ипотека» это прежде всего продукт для тех граждан, у кого нет достаточных средств платить за ипотечный кредит по 25-30 тысяч в месяц, но при этом приобрести свое собственное жилье. В чем в таком случае отличается программа «Народная ипотека» от обычных ипотечных кредитов, которые дают банки? Ну и здесь, я думаю, нужно просто провести сравнительный анализ. И вот мы представим сейчас диаграмму, которая показывает наглядно, насколько выгодно в денежном выражении участие в программе «Народная ипотека». Так мы рассмотрим, если мы участвуем в программе «Народная ипотека», вклады у нас 6 лет и берем кредит на 9 лет под 6% годовых, то есть льготный кредит, об этом нужно сразу сказать, то у нас переплата по кредитам составит порядка 263 тысяч рублей. В то же время, если мы берем вклад в коммерческом банке на 6 лет и кредит на 9 лет, то у нас переплата будет в 2 раза выше, порядка 480 тысяч рублей. Если же мы просто берем ипотеку под процентную ставку 12,3%, то есть среднюю процентную ставку на 9 лет, то переплата по кредиту уже будет в 5 раз выше, чем при условии участия в «Народной ипотеке». Ипотека в Сбербанке на 15 лет, 8,8 раз переплата больше, кредит просто на улучшение жилищных условий под 17% на 10 лет, переплата в 8 раз выше, и в том случае, если мы берем кредит потребительский на 15 лет под 17%, то переплата уже в 13 раз выше, чем для участников программы «Народная ипотека». Чтобы заинтересовать телезрителей, думаю, следует сказать о том, что жилье приобрести, построить можно в любом городе Краснодарского края, так? Дело в том, что средства, которые вы накапливаете, субсидию, которые вы получаете на ваши накопленные средства, вы можете потратить как на строительство собственного жилья, на приобретение жилья как на первичном, так и вторичном рынке, и на участие в долевом строительстве. Также немаловажный факт, что в случае, если вы, к примеру, 6 лет накапливали, и за это время ваши жилищные условия как бы улучшились, то есть всякое в жизни бывает, и вам приобретать жилье уже не требуется. В этом случае, если вы относитесь к таким категориям граждан, как граждане, имеющие детей, пенсионеры, ветераны, ну, как правило, все у нас в семье, кто участвует, они имеют детей. То есть вы вправе забрать накопленные денежные средства и сумму субсидий, которую вам полагается, которая у вас начислена, и использовать по своему усмотрению. Вот кроме желания, да, участвовать в этой программе, нужны, наверное, какие-то еще условия дополнительные. Вот кто может стать участником программы? Ну, я думаю, тут следует поэтапно рассказать, кто и что необходимо для того, чтобы принять участие. Принять участие может каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Краснодарского края. Что необходимо сделать? Первым этапом нужно обратиться в любое отделение сберегательного банка и открыть специальный счет. Хочу уточнить, только сберегательный банк участвует в программе? В данной программе только сберегательный банк принимает участие. То есть участник программы открывает специальный вклад ипотечный на срок от 4 до 6 лет. Значит, тут сразу бы хотелось обратить внимание, что сумма вклада, который гражданин, то есть срок, который будет накапливать, в дальнейшем от этого зависит срок кредита, на который будет выдан льготный ипотечный кредит. То есть он превышает в полтора раза срок накапления. То есть если человек 4 года накапливает, срок ипотечного кредита у него будет 6 лет. Если накапливают 6 лет, то срок кредита будет 9 лет. И тем самым процентная ставка, то есть чем больше накапливаем 6 лет, процентная ставка по кредиту будет составлять 6%. Ну, я думаю, эту информацию и сотрудники Сбербанка могут донести, да? В том числе и сотрудники любого отделения сберегательного банка, либо у нас в администрации 308 кабинет. Мы консультируем граждан по условиям данной программы. После открытия счета, после открытия вклада открывается счет, на который в дальнейшем перечисляются социальные выплаты. Социальные выплаты составляют 30% от суммы вклада. То есть человек ежемесячно на свой вклад делает взносы. Сумма взносов от 3 до 10 тысяч рублей. На эти взносы государство 30% начисляет субсидию. А сразу сумму какую-то можно внести, да, перспективу, допустим? Можно вносить любую сумму, но следует отметить, что сумма субсидий не превышает 3 тысяч в месяц. То есть если вы будете ежемесячно вносить 10 тысяч рублей, то сумма субсидий будет составлять ежемесячно 3 тысячи рублей. Если вы вносите большую сумму, она также аккумулируется на вашем вкладе. И впоследствии вы можете взять кредит на большую сумму. Поясню. Все, что вы накопили, все, что вам положено от государства субсидия 30%, плюс на ваш вклад сберегательный банк начисляет проценты. Это 2% в случае, если 6 лет мы накапливаем. Эта вся сумма, которую вы накопите вместе с соцвыплатами, на такую же сумму сберегательный банк дает кредит. Сколько лет нужно будет накапливать по этой программе деньги? На выбор участника от 4 до 6 лет. Если вы накапливаете 4 года, то процентная ставка по кредиту будет 7%, и срок ипотечного кредита у вас будет 6 лет. Делали калькуляцию примерно, если взять минимальный размер взноса, на какую сумму может рассчитывать для приобретения жилья участник программы на выходе? Мы можем рассмотреть пример, мы приближенно к нашим условиям, рассматривали приобретение дома, либо квартиры за 1 миллион рублей. То есть у нас в городе, в районе можно жилье за деньги приобрести. Чтобы приобрести за такую сумму жилье, необходимо 6 лет откладывать по 5 640 рублей в месяц. То есть это будет ваше накопление. На него субсидия полагается и проценты банка. Впоследствии в течение 9 лет, берется ипотечный кредит на 9 лет, и в 9 лет вы вносите по 6 650 рублей. То есть в итоге 15-летний срок у вас получается. Таким образом, при покупке квартиры стоимостью 1 107 000 рублей, за 15 лет переплата составляет всего 16 000 рублей. А на каком этапе я могу уже вселиться в эту квартиру? После первого этапа. То есть когда у вас закончен этап накопления, вы в 6 лет накопили, впоследствии вы берете ипотечный кредит. И вот с этого момента вы приобретаете жилье, и уже в дальнейшем идет оплата именно ипотеки. Вы уже живете в своем собственном жилье. Ну и в конце нашей беседы я хотела бы подытожить, еще поговорить, еще о плюсах этой накопительной ипотеки, чтобы заинтересовать как можно больше еще желающих. Ну основные плюсы, они очевидны. Первый, это комфортный размер накопительных платежей. Вы можете вносить любую сумму от 3 до 10 000 рублей. Причем сумму вы можете вносить в течение месяца частями. То есть появилась 1000 рублей, вы ее положили на счет, появилась еще 1000, положили на счет, либо там большими суммами. То есть сумма не фиксирована, вы как бы никому ничего не должны, вы просто накапливаете столько, сколько вы можете накопить. Второе, это на вашу сумму 30% начисляет государство. То есть на сегодняшний день 30% как бы на вклад, таких вкладов мы нигде не найдем. С учетом инфляции. С учетом того, что социальная выплата, помимо нее, еще и льготный кредит. Льготный кредит 6, либо 7% годовых. Опять-таки, учитывая сегодняшний рынок кредитных ипотечных продуктов, мы не найдем таких цифр нигде. Порядка 12-15% в зависимости от ряда условий. С учетом кредита и социальной выплаты практически отсутствует переплата за приобретаемое жилье. Это тоже один из самых главных плюсов. И немаловажный плюс, это то, что впоследствии, в случае, если гражданин передумал покупать жилье, он может воспользоваться денежными средствами, которые он копил, на которые была начислена социальная выплата. Также, что хотелось бы ответить, что, учитывая, что программа масштабная, она действует на всей территории Краснодарского края, и участников из года в год все больше, принято решение в Краснодаре строиться специально жилой комплекс, называется он жилой комплекс народный, именно для участников программы «Накопительная ипотека». В чем плюсы? Квартиры в этом жилом комплексе продаются по цене, которая утверждена Министерством социально-экономического развития. Это 33 600 рублей за квадратный метр. То есть, цена фиксирована. Меняться не будет? В случае, если будут приняты новые нормы, но на сегодняшний день она существенно ниже, чем рыночные цены, которые сложились. То есть, 33 600 – это стоимость жилья в Краснодаре на сегодняшний день, именно в этом комплексе. Ну что ж, спасибо большое, Александр Сергеевич, за беседу. Надеюсь, что теперь многие заинтересуются этой программой и со временем будут иметь собственное жилье. Спасибо. До свидания.